Фонд «Содействие развитию малых форм» предприятий в научно-технической сфере поддержал 29 проектов из Татарстана. На реализацию каждого из них получен грант в размере 500 тысяч рублей в рамках программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса». Цель программы – поддержка молодых ученых и стимулирование массового участия в научно-технической и инновационной деятельности. В этом году конкурс прошел по направлениям информационной технологии, медицины будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы и биотехнологии. Программа «Умник» поддержит 8 проектов Казанского федерального университета. Половина из них связана с медициной. В частности, несколько проектов разрабатывают новейшие методы борьбы с раковыми заболеваниями. Один из победителей проекта – сотрудник научно-исследовательской лаборатории молекулярной основы патогенеза и терапии опухолевых заболеваний КФУ Юлия Топчу занимается разработкой тест-системы для определения химиорезистентности опухолей к циспластину у пациентов диагнозом немелкоклеточный рак легкого. Наша лаборатория занимается исследованием молекулярных основ рака и данная разработка тоже посвящена этой тематике, если быть конкретнее, то расширению диагностических возможностей в онкологии. Система поможет определить действие лекарственного препарата циспластин на организм больного. Это сэкономит средства больницы и самое главное – драгоценное время для пациента. На сегодняшний день при диагностировании рака легкого одним из самых часто назначаемых препаратов пациентам является цисплатин. Но дело в том, что примерно в 30% случаев у пациента оказываются нечувствительны к этому препарату и, как правило, это уже выясняется на стадии терапии. Тест-система позволит приступить к использованию других методов, не тратя сил и возможностей на неэффективный подход для отдельного больного. Работа по проекту уже стартовала. Основная идея тест-системы была в том, взять за основу такой процесс, как аутофагия, отобрать маркеры. Маркерами будут являться белки, участники данного процесса и создать диагностическую панель, по которой уже можно будет судить, пациент будет устойчив или нет. Путем наблюдения за клетками ученые создадут тест-систему, которая сама определит, как подействует препарат. Планируется получить результаты работы по истечении ближайших двух лет. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюс.